Девушки отдыхают Всем привет! Как очистить свой дом от нечистой силы, от всяких демонов и низких вибраций и энергий? Ну, когда человек видит какую-то там аномалию в своем доме или что-то не то, самое первое и классическое, к чему обращается человек, это вызывает священника над дом, чтобы тот побрызгал дом, окрапив его святой водой, в каждом углу обкурив дом ладаном и прочитав определенную молитву. Все это стоит, ну, немалых денег. Дальше. Также человек обращается к различным гадалкам или к различным людям, которые дают им те или иные рецепты, как выгнать нечистую силу. Кто-то жгет ладан, кто-то воскуряет разные травки, читает определенные молитвы. Но мой рецепт, мой рецепт по ликвидации нечистых духов из вашего жилья совершенно не такой. Плюс даю вам абсолютно бесплатную, сильно действующую способность очистить свое жилье от духов, злых духов. Итак, чтобы очистить свой дом от злых духов, нужно начать с очищения своего сердца. Вы понимаете? Ваше сердце является неким генератором определенных энергий. В вашем доме никогда ни одна демоническая сила не поселится, если ваше сердце будет излучать любовь и свет, тепло и доброту. Только к злому тянется злое. Демонов просто привлекают люди, у которых есть лукавство в сердце, какая-то нечистота, какое-то негативное, психоэмоциональное поведение, выброс всяких энергетических нечистот, злобы, гнева и всего остального. Если ваше сердце чисто, то ваше сердце излучает во все ваше жизненное пространство, излучает божественный свет. А мы знаем, что тьма не может устоять в присутствии света. Поэтому, сколько бы вы не взывали священников, сколько бы вы не отдавали денег за всевозможные ритуалы, ваш дом не станет чистым, пока вы не станете чистым. Ваш дом, в котором живет ваша душа, ваше сердце, должно быть чистым. И вот эта вибрация вашей души начнет распространяться по всему жилью, в котором вы обитаете. Тогда любой человек, приходя в ваш дом, первые слова запомните, первые слова, которые он скажет, войдя в ваш дом, он скажет, «Как у вас здесь хорошо». А знаете, почему он так скажет? Потому что в вашем доме определенная энергетика, которая формируется за счет вашего общего психоэмоционального настроя, за счет вибраций вашей души. Если хозяева дома светлые люди, то и атмосфера в их доме будет светлой. Там любой человек будет чувствовать себя хорошо. При условии, если это светлый человек. Лукавому же, с нечистотами в душе, будет неуютно в вашем доме. Ему будет хотеться побыстрее от вас сбежать, потому что тьма не может устоять в присутствии света. И она рассеивается. Вы поняли? Чистый дом – это ваше чистое сердце. Далее. Если какая-то настырная, упертая, темная энергия, злая, все-таки пытается проникнуть в ваш дом, и вы не знаете почему, то как хозяин своего дома, своего тела, своей семьи, вы ставите ему запрет, который может звучать примерным образом. Обращаясь к тому или иному низковибрационному энергетическому существу, вы говорите ему, «Я не даю тебе согласия и своей воли на твое пребывание в моем доме. Убирайся вон отсюда, чтобы духу твоего здесь не было». Ну, как-то так. То есть вы должны предъявить права на ваше жилье, объявить свою волю в своем доме. И поставить это конкретно, как говорится, прямо в уши нечистому духу произнести эти слова. И он убежит, он уйдет. Если этот нечистый эгрегор, знаете, как шар такой, надувают определенные люди, условно говоря, направляя эту энергию в ваш дом, ну, там, на разрушение семьи, там, на принесение там какого-то ущерба, неважно, отправляйте эту энергию в свое место, туда, откуда она вышла, даже если вы не знаете источника зарождения. Потому что любые низковибрационные энергии зарождаются в сердце человека. Именно из сердца человека исходят злые духи, демоны, злые низковибрационные энергии, которые посылаются на людей. И противостоять этим нечистым, злым вибрациям вы можете, когда отправляете эти вибрации назад туда, откуда они пришли. Я вам гарантирую со стопроцентной точностью, что если вы чистый, светлый человек, но на вашу голову кто-то направляет нечистивые энергии, если вы отправляете эту энергию назад в ее лоно, в тот источник сердца, где она зародилась, это зло войдет обратно в того человека и причинит ему тот ущерб, который он пытался создать вам. Еще раз повторяю, именно люди создают вибрации, именно люди создают энергии. Мы создаем энергии, добрые или злые, мы, люди, их генерируем, вырабатываем на основании вибраций своей души. Другими словами, если моя душа излучает тепло и я от души свое тепло даю тебе, твоя душа будет чувствовать это, как капельку прекрасной утренней росы, свежесть. Когда человек от души тебе дает добро, он формирует эту энергию и тебе ее отдает из души просто. Вы это ощущаете. когда человек формирует зло против вас, вы будете это тоже ощущать. Но зло вы должны возвращать. Вот почему. Я не молюсь за своих врагов и не благословляю своих врагов. Зло должно быть наказано тем видом наказания, которое оно зародило и замыслило против тебя. Зло нужно возвращать ее или его хозяину. Тому, кто его создал против вас, вам нужно возвращать его обратно. Иначе это зло, которое в вашу сторону кто-то направил, эту энергию кто-то создал и направил вашу жизнь, но она просто будет ходить где-то вокруг вашего дома. Это же грубо говоря нечистый дух, который будет скитаться и он может причинить вред другим людям, более ослабленным. поэтому зло нужно возвращать в лоно того, из кого оно вышло, чтобы зло поражало и наказывало того, кто его создал. Как говорили наши предки, клин вышибают клином. Правильно? Правильно. Применяйте, это действует, это рабочий метод, бесплатный. Попробуйте и напишите мне свой отзыв. Я уверен, у вас все получится. То же самое с ощущением темной энергии на вашей душе. Поставьте ей запрет, объявите ей свою волю. И если эту энергию создал человек, верните ее тому, кто ее создал. Вы увидите, куда эта стрела, которая была направлена против вас, придет и в чью душу и в чью жизнь она вонзится. Будьте уверены, иногда это могут быть так называемые близкие друзья или подруги. Я вам гарантирую. Ну на этом все. С вами был Эль Гений. Моя рекомендация для каждого из вас используйте ее и вы увидите ее плоды. я уверяю вас до скорых встреч. Еще увидимся мы с вами. Дарю вам всем тепло, любовь, благо дарю.